Всем привет, всем доброе утро! У нас сегодня утро началось с приятной новости 5000 подписчиков! Ура! Я очень, если честно, рада и... Я прям... Да, Сонька тоже. Спасибо большое, что вы с нами, что вы смотрите нас, что вы поддерживаете, что вы пишете. Ваша поддержка, естественно, бесценна. Спасибо моему мужу за то, что тоже поддержал меня в моих начинаниях. Мне очень приятно, и его поддержка-то самая основная. А я мужу. Дима спрашивает, ты муж? Мы едем на ногти. Меня мальчишки везут. И мы тут с Сонькой на заднем сиденье. Да, мальчики впереди, мы сзади. Нас сегодня катают. Так что поехали, новый день, новый влог. Начинаем с новыми силами. Прям настроение хорошее. Я счастлива, я уже везде выставила. В инстаграм, в сториз. Я очень рада. Спасибо вам большое, что вы с нами. Мы уже приехали домой. Я сделала маникюр. Сонечка кормлю так, потому что кресло я намыла. И сейчас должны приехать ребята забрать кресло. Все, нам уже оно не нужно. Во-первых, мне не очень сейчас удобно, что там кожа. И когда Соня кушает, оно все забивается. Приходится постоянно сильно мыть его, намывать. Вот, поэтому мы поедем, купим обычное киевское кресло, которое можно и под душем мыть. Уже скоро Сонька будет сама кушать, поэтому нам нужно новое кресло. Ну, скорее всего, не сегодня, наверное, завтра уже поедем, посмотрим. Вот, поэтому уже, думаю, сейчас покормлю ее так. Да, так вкусно. И пойдем погуляем. Они уже нагулялись, у нас очень холодно. Вот, ребята погуляли, пока я была на маникюре, сделала я себе короткие ноготочки. Темные, я люблю такое, такой цвет, это самое мое любимое. Не люблю, когда бледные ногти, но иногда дело. Когда, знаете, записываюсь, вообще каждые три недели я делаю. Вот, умничка. Когда, зная, что не получится через три недели прийти, Мишель принесла тапок. Мишель, давай. У нас пюре фруктовое, перекус, и пойдем гулять. На заднем плане у меня одеяло сушится, потому что кое-кто вчера немного нам его испортил. Вот в чем плюсы киевского одеяла, девочки. Его можно стирать при 60 градусах в машинку. По-моему, у меня 5 килограмм. Оно влазит хорошо, хорошо стирается на 60 градусах и быстро сохнет. Вот я вчера ночью его стирала. Сегодня утром оно уже было сухое, но я развесила на манеже. Думаю, что точно уже хорошо высушилось. Да. Вот, поэтому я довольна этим магазином. Там пацаны наши. Димка, у нас там еще осталось немного снега, прям такой маленький кусочек снега. Соня нету? Вот она, Соня! Нет, Соня. Вот такой, скажи девчонкам, воздушный поцелуй всем, кто нас смотрит, да? Скажи, девочки, вместе с вами мы добились таких результатов, да? Да, да, да. Вот так, вот, девочки. Все, мы будем кушать и пойдем немножко прогуляемся. Говори всем пока, Соня. Помаши пока, скажи пока, мы пошли гулять. Мм? Да, все. В общем, мы сидим в машине. Папа пошел наш за рыбой. Будем, наверное, сегодня готовить уху, если будет рыбка. Вот тут Сонечка. И едем сразу, сегодня решили и кресло взять. Забрали, ребята, наше то кресло. Сейчас поедем, выберем икеевское кресло, потому что, ну, кормить ее невозможно сидеть, держать на руках. Так что... И у нас, ребята, пошел снег. Вы представляете? Сейчас я вам покажу. Видите? Пошел снежок. Еще, ребята, кто симферопольский? Вот видите, рыбный магазин написано. Golden Fischka. Вот. Вот этот вот рыбный магазин находится на Буденово, прямо на остановке. Девочки, это самый лучший рыбный магазин. Всегда свежая рыбка, но единственное, что он работает всегда после двух часов. После часа, после двух. Поэтому всем советую. Мы приехали в нашу местную киев. Угу. Мама Вика ворвала сразу. Да, я не знаю, что браться. Все хочется. Вам интересно, что вторые такие, которые огурцами, подорожались. А, не, вот эти, да, мне надо. Сейчас еще думаю терку себе взять. Такую. Да, приди? Нет. Все, мы кормим. Все? Да. Вот, я такой стульчик, я тебе говорила, складные. Видишь, они прям вешаются, очень удобно. Все. Все, погнали? Да. Кто бросил детей в машину? Не знаю. У тебя есть дети? Ну, с утра было двое. Слушай, все, я что-то не вижу. Слушай, просто у нас их много, я не понимаю, какой вы. А у меня несколько пластиковых, несколько отделений. А вот. А, такая, как закругленная? Да, такая, лодочкой, вот такая, лодочкой. Поехали? Да. Вот только в понедельник было. А, вон она стоит, все, вижу. Ну, вот она, все. Расскажи, что такое? Соньки-песла для обуви в коробке. И кому-то на работу. Такой же, как у нас дома. Я тут целый день, наверное, буду вещать с заднего сидения машины. Купили мы рыбку, буду делать уху. И, наверное, либо запеку, либо засолю. Наверное, засолю сегодня. Вот, покажу вам. Я солю, знаете, вот просто ничего сложного. Ну, такие, знаете, у меня, как обычно, рецепты такие быстрые, простые. Ничего сложного. Все, мы едем домой. У нас снег, кстати, закончился. Что-то мы так устали. Я очень хочу есть уже полтретьего. А мы только кофе успели. Заехали, попили и все. Так что будем готовить уху, наверное, сегодня. И голубцы. Голубцы обязательно. Очень вкусные голубцы. Очень люблю голубцы. И заморочусь, и приготовлю голубцы. Зайчики. Мы уже дома, приехали. Я бандит. Димка играет в бандита. Вот, купили такой стульчик, какие. Вообще, красота. Места мало занимает. Дим, Тонька заскучала без тебя. Давай. Бандита. Давай. Что тебе дает? Руки тебе скрутят. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Хорошие у вас игры. Кто? Хорошие у вас игры. Руки. Руки. Манеж его. Голубцы накрутила. Решила делать в форме. Выложила в форму. Отдельно сделала лук с морковкой, с томатом и с водичкой. Все это дело залила в голубцы. И сейчас ставлю в духовку до готовности. Можно делать в кастрюлю, но в кастрюлю решила не делать. Решила сделать в духовке. Попробую так. Бесценные минуты. Соня танцует. Дима на голову залез. Все танцуют. Ну, вот такая вот, мои зайчики. Мои малыши. Это что? У нас будет висеть теперь календарь. Да, пап? А, да. Спасибо за календарь. Сами знаете кто. Ты что тащишь сюда? Это, кстати, наша покупка. Это моя коробка, потому что там вообще коробки. Нет вообще-то, это мамына коробка. Дима? А где там написано, что там мамына? Правильно, Сама? Все вообще. Сейчас это уйдет, не туда, куда надо. Смотрите, какая высота. Весна. А, да. Наконец-то весна. Скоро поедем на море. Ну, тут я хозяин вообще. Ну, гвоздик забить, это прям мое. Ладно, скромный. Так, пиши там. Что писать? Будем заполнять. Апрель. Ну, а, март. Март. У меня же апрель. Здравствуйте. Да. Что будем делать? Маникюр сейчас надо записать, пока я не забыла. Дим, ты далеко? Сонька, довольная? Все классно в этом супчике, но единственное, что непривычно, что он не ездит. Я привыкла, что по Эк-Парега он на колесиках катается, очень удобно. Это, конечно, не очень удобно. Но зато мыть вообще красота. Во двор вытащил со шланга, как лупанул. Да, теперь главное шланг, папа. Да, Сонька? Да, Сонька? Будем сейчас кушать. Вот такие голубцы получились. Конечно, видите, это все грязное. Вот сейчас будем пробовать. И самое печальное в этом, это духовка. Смотрите, что стало после голубцов. Вот это вот я не пойму, что это вообще такое. Вот это все надо будет мыть. Так что такие голубцы получились. Будем пробовать. Надо было заснать, конечно, как я все делала. Ну, ладно. Я поняла только, что провела прямой эфир. И поняла, что вы просите рецептов побольше. Всем спасибо большое за прямой эфир. Мне очень понравилось. Я буду выходить, наверное, почаще, если хотите. И вот мне написали, что голубцы в духовке намного лучше. Видите, на заднем плане. Вот это коробки для обуви вообще-то. Коробки для детей. Да, ну, Дима их уже оприходовал. Все. Сейчас мы будем готовить с вами пиццу. Тесто я купила. Где тесто, кстати? Я не брал. Ты не брал? Я не знаю, где тесто. Тесто я купила. Тесто лома? Да. Тесто я купила для пиццы. Дрожжевое у нас там, у нас продается отдельно. Прям тесто они вот с утра замешивают и продают. Прям оно аж такое, знаете, аж пышное. Вот, поэтому тесто у меня будет готовое. Начинка любая. Вот я сейчас с морозилки все достану. Спрашиваю, что у меня в морозилке. У меня есть отдельное видео, что в морозилке. Сейчас там осталось где-то пол морозилки, наверное. Уже половину. Очень много кабачков ушло, потому что Сонька, она прикормит сейчас кабачками. Поэтому все, все кабачки уходят. Помидоры, перец. Я ничего не покупала. Все будет с морозилки. Все, вот раскатала я тесто. Положила его на противень. На коврик это Икеа. И вот на таком коврике я раскатывала. Тоже Икеа, девочки. Этот большой, прямо видите, на столешницу идет. Все. Сейчас буду готовить начинку. Так, ну что, ребята, готовим пиццу. У меня здесь кетчуп, майонез. Я не знаю, кто как вот любит. Возможно, на правильном питании вы можете просто какой-то томатный соус, да, чисто с помидор. Мы пока вот такое вредное едим. Это не очень хорошо, но дети у нас такое не едят. Вот странно, да. Вот я знаю, что очень многие дети любят там пиццу, сосиски там любят, кетчуп такой. У нас Дима такое не ест. И ему вообще это не нравится. Он лучше съест запеченную курицу, вот бедрышки, да, как я готовлю. Но не будет вот есть сосиску. Вот он не любит. Хотя я покупала там детские. Но я понимаю, что детские это абсолютно не детские. Но у нас он такое не ест. Пиццу он тоже говорит. Дима, ты будешь пиццу? Нет, она невкусная. Вот так вот он говорит. Поэтому эта пицца чисто для нас. Так, все, это смазала. Девочки, у меня заготовки. Перец. Вот всем, видите, какая тоненькая. Вот я всем советую, летом замораживайте перец. Я вот так вот режу полуку. Видите, вот такими вот. Это очень удобно. И тонкими пластинами вы замораживаете. Простите. Звонили, ждут завтра Димку на стрижку. Вот такими вот пластами замораживать. Это очень удобно и очень быстро. И зимой это будет очень бюджетно. Так, и еще, девочки, помидорчики. Вот я вот прям вот, видите, целиком замораживаю. Скажу уже, который раз. Кто недавно, может быть, подписался, не знает. Я замораживаю тоже целиком в таких вот пакетиках. Видите? Просто воду положила, чтобы снять шкурку. Чтобы в пицце не было, или там, неважно, куда вы добавляете, чтобы не было вот этой вот шкурки. Потому что неприятно. Так, теперь я добавляю сыр. Сыр. Я тоже, кстати, этого не знала благодаря моим подписчикам. Спасибо вам, девчонки, большое за обратную связь. Оказывается, правильно сыр добавлять на основу. А не как сверху, как мы привыкли. Вот, поэтому сыр мы добавляем на основу. Сыра у меня мало. Сейчас я потру еще. Я, кстати, сегодня была в Икеа и смотрела терку, которая вот идет с контейнером сразу. И что-то я, короче, ее не купила, потому что там цена была около 600 рублей. Я посмотрю, сколько она на сайте идет, потому что доставка у нас стоит 10%. Мне кажется, что там дешевле. Не знаю. В общем, я посмотрю, я хочу вот ее купить. Ну, не знаю, нужна она мне или не нужна. Или это вот... Куда я эту дену? Это у меня хорошая терка. Мне ее выкидывать жалко. Это мне духовка сигнализирует, что она нагрелась уже. Можно ставить пиццу. Так, досыпаем сыр. Только что был прямой эфир. Многие писали, что хотят больше рецептов. Вообще, девочки, знаете, я хочу сделать опрос. Вот что вообще интересно смотреть? Жизнь, рецепты, уборку. Вообще, что интересно. Так, колбаса. У меня здесь колбаса. Одна сосиска у меня осталась, поэтому я все это дело порезала. Сейчас хочу это дело. Я знаю, что это вредно, девочки. Я сама это вот, ну, честно понимаю. Лучше, конечно, взять курочку или копченую курочку. Ну, ой, пока так. Пока с колбасой. Не могу прям, ну, я же говорю, вот прям хочется и все. Это прям зависимость. Надо потихоньку, или это впереди, надо потихоньку от этого всего этой гадости уходить. Но муж мой не будет есть курицей пиццу. Это точно. Так. Все. Готово. Теперь перчик. Еще у меня немножко полежал. Видите, вот такими вот у меня. Начинки я добавляю всегда много. Вообще, как бы пицца, да, вот если вы где-то кушаете, там, пиццу в пиццериях, они начинки делают не так много. Я люблю, чтобы было много начинки. Поэтому добавляем много. Оно там еще чуть-чуть подзамороженное. Очень удобно. Летом вы не покупаете перец. Вы не тратитесь на это, поэтому советую. Кто не делает заморозки, делайте. Это очень удобно. Это очень выгодно. Вы очень здорово сэкономите. Пойти сейчас купить перчик, или вы достанете. Перец сейчас стоит 200 рублей. Летом он стоит 60. Ну, примерно так. А вообще, я раньше замораживала, вы знаете, перец целиком. Потом его начиняла, потому что бывало такое, что не до разморозился. Так, вот его положим. Жопку срезаем. Видите? Шкурка, она сама как бы сладь. Потому что можно со шкуркой, но потом эта шкурка у вас будет в пицце. Я не знаю. Если вы такое любите, можете прям со шкуркой. Я не очень, поэтому шкурку я снимаю. Я раньше, знаете, как делала? Кружочками прям сразу замораживала. Кусочками, там, в рагу или еще куда-то. Сейчас нет. Вот целиком это самое... Это очень круто. Целиком это очень удобно. Вы можете и кружочками порезать. И она получается, когда вы помидор размораживаете, он у вас не течет. Он у вас не становится кашей какой-то. Поэтому очень удобно. Вообще я люблю такое заморозки, заготовки. Это очень удобно, это очень бюджетно. Потому что летом сколько помидоры стоят и сейчас, да? Ну, как, в принципе, и все остальное. Вот единственное, что вот за зелень. Вот расскажите мне. Летом зелень, там, пучок зелени стоит там 20 рублей. Это укропа или лука. И зимой также, ну, 25 стоит. Расскажите, как вообще у вас? Раньше я лук садила вот так вот на окошке, у меня стоял лук. Так, девочки. Чищаю, сейчас посмотрю. И буду ставить в духовку. Ну, такими полукольцами он хорошо режется. Видите? Буду сейчас выкладывать. Мои уже спускаются. Вот так. Все режем. И сейчас буду выкладывать. Ну, все. Ставим пиццу в духовку. Вот такая вот у меня она получилась. Духовку я уже разогрела. Сейчас я ее поставлю. Так. Потом надо будет делать все мыть. Ставлю. Где-то на полчаса. Там будем смотреть по готовности. Ну что, вот такая пицца получилась. Не знаю, почему она кажется темнее, чем она на самом деле нет. Сейчас будем пробовать. Ну, в общем, сняли мы ручки. Решили больше не рисковать, потому что она залезла в мусорку. Начала уже с мусорки вытаскивать мусор. Поэтому у нас сейчас без ручек. Здесь оставили, она не открывает. И вот ту вот я оставила ей так, чтобы она баловалась. Мишелины миски, он стоит наверху, потому что он Соне не дает. Так, кстати, полотенце надо кинуть в стирку. А вы спрашиваете, как часто я меняю полотенце для рук? Меняю часто. Практически каждые два дня. А для тела тоже два-три дня, а то и чаще. Кто-то вон залезла и летит. Соня. София. София. Соня занят. Папа, она любит оклеить и полежать немножко. Не мышка. Тоже любительница на руках посидеть. Ну, шприцы валяются. Кто? Шприцы валяются с этого. Хохотушка. Нет. Хохотушка. Бороды нет теперечки, да? Как мне сказали в прямом эфире, у тебя есть борода, я скажу тебе да. Бороды у тебя нет. Все. У меня нет твой ответ. Нет. Сонька. Дима, кстати, сказал на камеру, что тебе лучше без бороды. Вот так вот, сын. А у меня, девочки, смотрите, зацвело женское счастье. А женское счастье у меня цветет только тогда, когда я была беременна Димой и Соней. Вот так вот. Ну, я надеюсь, что листики, видите, не знаю, почему пожелтели. Может быть, надо солнце снять. Девочки, расскажите, у кого такой цветок? Надо убирать солнце или нет? Потому что я поливаю, то есть он не нуждается в воде, но вот листики почему-то пожелтели. Всем доброе утро. Димчик пошел стричься. Ботан пошел с ним. Мы сидим с Сонькой в машине, потому что она заснула. Я боюсь ее переложить. Хотела переложить ее в коляску и покататься. Боюсь, что она проснется, поэтому думаю, пусть немножко поспит. Потом пойдем немножко прогуляемся. У нас сегодня такое солнце, но ноль. Утром было, знаете, минус пять. Потом минус два. Вот сейчас ноль показывает. Не забыли, что масленица начинается с понедельника. Будем печь блины. Я вчера засолила рыбку и забыла вам показать. Поэтому покажу вам сегодня и расскажу, как я ее солила. Вот. И сварила бульон на уху. Приеду и сделаю супчик. Уху сделаю. С красной рыбки люблю. Все у нас кушают хорошо, поэтому у нас сегодня будет уха. Так, а я пока посижу. Тоже ребята приехали кататься на коляске. Погода, конечно, солнышко радует. Но такая, знаете, погода опасная. Можно раздеться и можно простыть. Поэтому берегите себя. Главное, не заболеть. Потому что впереди праздник. Ты что, сынок, ливись? Готовимся поздравлять девочек. Да, Сан? Как твою девочку зовут? Ну, пап, у тебя уже есть девочка? Вот это, пожалуйста. Вот это молодец. Парень, потому что третий делай Чикаго. Болосики, да, щебет? Немножечко. Это улица Горького у нас. А мы идем с Сонькой сейчас на Пушкино. Зайдем за вкусными булочками. Пойдем бы сладкого чая, сейчас возьмем. Еще, кстати, там очень вкусные трубочки у нас продаются. Наверное, зайду себе за кофе. Там пацаны мои стрибутся. Погуляем с вами чуть-чуть. Слушайте, погода вообще шикарная. Я прям такая довольна. Сейчас немножко прогуляемся. Дышим воздухом. Прям вообще не чувствуется холода. Я Соньку, правда, укрыла одеялком немножко, ножки, чтобы не замерзли. Пока сидит, пусть сидит. Потом, конечно, уже скоро будем с ней гулять. Особо долго она уже у нас не сидит, поэтому пока есть возможность. Пока еще в новой коляске, кстати, она сидит очень хорошо. И плюс этой коляски в том, что она очень легко управляется рукой одной. Идем, кстати, прошли кафе Чао у нас здесь. Его закрыли. Очень жаль, потому что там очень вкусно. Очень любим там зайти, позавтракать. Вот летом мы часто приезжали просто позавтракать, посидеть немножко. А это у нас бывший приватбанк, сейчас РНКБ. Вон, видите, закрытый фонтан. Я, по-моему, вам снимала, когда он был открытый летом, очень красиво. У нас когда была свадьба, мы тоже там возле этого фонтана фотографировались. Видео красивое. Видите, много детей сейчас там. Мы уже подходим к Пушкину. Вот, Пушкина. Империя сумок. Тут, кстати, хорошие сумки. И если по карточке, очень выгодно можно купить сумку, рюкзак. А вот мы идем вон туда. Увидите? Фельменная с красной крыши. И вон туда дальше. Где с коляской стоят. Вот там вот вкусные выпечка, трубочки. Очень вкусные. И очень бюджетные, кстати. Сынок, ну что, тебе понравилось? Да. Не знаю. Понравилось. Все? Все? Подожди. Подожди, еще ты до конца не вытерл. Папа. Думаешь? А у тебя выпечка не отличается, мне это так же. А можно и... Нужно высохнуть, Дима, еще не до конца. Смотри, да если вот там вот подуть немножко. Нет? Не хочешь? Ну, не надо. Нет? Ну, издалека. Смотри, теплый же воздух. Нет. Нет, я не хочу. Совсем? А как волосики у нас высохнуть? Нет, не надо, не надо, чтобы он потом... Поснимаем, сынок, немножко. Как мы с тобой гуляем? Ты хорошо постригся? Как настроение, сынок? Нормально. Нормально? Сегодня тепленько у нас. Чуть-чуть решили прогуляться. Девочек сейчас наших встретим. А что у тебя в рюкзаке, сынок, расскажешь? Лекарства для людей и машинки. А, лекарства для людей и машинки. Так что вот такая у нас история. И все? Хорошо. Наш госсовет. Видите, церковь с этой стороны тоже закрыт. Маленький тут такой фонтанчик. Детская площадка. Хорошо, сейчас будем садить пацанов ждать. А вон они идут. На горку кто-то хочет. Устроилась принцесса на руках. Димка коляску катит. Папа слонит. Мама как всегда отдыхает. Наслаждается хорошей погодой. Как вам погодка? Супер. Супер. Мы только кофе не взяли. Сейчас мы заедем. Мы набрали всякие вкусняшки. Коляску покатишь. Крошек, вперед. Дима. И будет что? Я сглазила. Сказала, что сидит в коляске. Нет, она опять не сидит в коляске. Да? Про тебя мама говорит. Сумит. Что такое за здание у нас? Мой помощник. Да? А, хоп. Ага. Идеальная разница, конечно, в возрасте. Сегодня они играли так хорошо. Так, осторожно, в воде. Так, осторожно, в воде. Последние кусочки у нас. Да, да, ребрышки. Ребрышки у нас. Вот тут вот. Уже. Красота. Слалось дело за малым. Скоро мы купим стол. Будет вообще классно. Будем есть, как люди за столом. Сонька у нас там спит. Заснула. Ну, на улице она долго не спит. Где-то минут сорок. И все. Полчасика Димкины, вон сапоги сушатся. Мышка тоже у нас там где-то бегает. Сторожит. А, вон она. Что-то уже взобрала. Загнали домой, потому что замерзла. Что-то взяла. Девчонки, у меня столько комментариев по поводу прямого эфира приходит. Честно говоря, я вообще не собиралась выходить в прямой эфир. Просто вот случайно Соньку кормила. Думаю, выйду в прямой эфир. Поболтаем немножко. Вот. Да. Сейчас. Открою. Открою кому-то. Кто там? Мы уже дома. Уже сложили шашлык тоже в лоточек. Обожаю лоточки. Я уже говорила, у нас пицца вчерашняя. Осталось тоже совсем чуть-чуть. Все это по лоточкам. И все прячу. Холодильник. Я, наверное, на этом буду уже заканчивать свой влог. Такой у нас два дня. Влог такой получился у нас немаленький. Как вы любите. Ну, некоторые любят. Некоторые любят покороче. Вот. Поэтому буду с вами прощаться. Ко мне Сонька. Видите? Сонь. Ты приползла ко мне? Да. Ой. Ну, как же без тебя? Как без тебя? Иди ко мне сюда. Будем прощаться с ребятами. И Мишель. Ну, конечно. Мишеля. Перешла Мишель нам, да? Помешала. Мы будем с вами прощаться. Спасибо, что были с нами. Всем хорошей трудовой недели. Начало. Да. Мы будем сегодня выкладывать влог, чтобы вы посмотрели. И с новыми силами в новую неделю. Увидимся с вами скоро. И всем пока-пока. Да? Пока, скажи. Ребята. Пока.